Сегодня на встрече с интересными людьми у нас в гостях Николай Иванович. Николай Иванович – учёный-химик, но стал им совсем недавно. Николай Иванович поступил в университет, когда ему было сколько? 167. Тихо! Тихо! 67, хотел сказать Николай Иванович. Правильно? Да. Николай Иванович учился отлично и закончил с красным диплом. Где я его видел? И я учиться никогда не поздно. Уважаемый Николай Иванович, расскажите, над чем вы сейчас работаете? Я изучаю скрытые свойства воды. А почему колорейка такая спокойная? Николай Иванович, это чучело. Ха! Как живая! Век живи, век учись, ребята. Ведь, как известно, в одном просвещении найдём мы спасителя и противоядие для всех. Ты не можешь так просто уйти! Я умру без тебя! Спустите последние секунды, будут только наши! Ничего себе! Ты не ошибся. Это Калаверде. Он был одним из самых искусных чародеев всех миров. Но Калаверде лишили магической силы и изгнали в мир оскудевшей магии. Я, правда, не знал, что к вам. А за что? Он постоянно пытался захватить какой-нибудь мир. А это против наших правил. Это что, доска позора? А у нас он университет с красным дипломом закончил. А это ещё проверить надо. Может, он диплом в метро купит. Давай сюда, лава! Сюда, лава! Калаверде! Это Калаверде украл живую воду! Как он сюда попал? Вы что, оставили портал открытым? Мы думали, что на минуточку. Калаверде специально подстроил, чтобы вы сюда пришли. Точнее. Глупый, Петя! Стой! Его нужно остановить! Где он? Найдите мне Калаверде, и я брошу его в самый тёмный уголок мерехада. Осторожно, вы на велосипедной дорожке. А-а-а! Кажется, мир придётся спасать без помощи магии. Ага! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь у меня будет столько живой воды, сколько я захочу. Ага. Спокойно! Это оживление! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Я не хочу! Не хочу в музей! Я хочу в зоопарк! Это зоологический музей! Там тоже животные! Нет, они не двигаются! А-а-а! Он живой! Бежим! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! 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 Волк, лови! Беги в больницу! Реанимируй мага! Задержите калаверде, а я что-нибудь придумаю! Попробую! Петя! Клянись мне в верности! Я тебя сделаю директором магазина игрушек! Или о чем ты там мечтаешь? Никогда! Ах, так! Лучше бы приняталась! Тумбарейка! Петя! 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 Теяр, ты не сможешь мне помешать! Твоя магия не действует через супер-электрополе. На тебя, может, и не действует, а на мертвяков действует! Опасы силы у тебя скоро кончатся, а пополнять ее здесь нечем. А живой воды у меня сколько хочешь! А это еще кто? Можно левее! Конечно! А зачем мы все это делаем? Не задавай лишних вопросов! Сейчас! Это что еще за грязь? Мертвая вода! Нет! Так нечасто! У меня защиту замкнуло! Ха-ха-ха! Они что, решили, что мне здесь некого завоевывать? Они ошибаются! Не боятся! Кх! Кх-х! Кх! Кажется, это где-то здесь. Вот он. Граф, просыпайтесь. Ты что, с ума сошёл? Ты ему чуть кол в грудь не воткнул. Ну да, он же вампир. И что? Когда он кусает других людей, они превращаются в вампиров. То есть, если ты заболеешь гриппом, то тебе нужно кол в грудь воткнуть. Ну, чтоб ты других не заразил. Грипп излечивается. Если бы я был болен смертельным вирусом, который может уничтожить человечество, я бы тебя сам попросил. Человечество миллиарды, а вампир один-единственный остался. Так кого надо спасать? Хорошо, и куда мы его? На историческую родину. В мир вампиров. Проходите, проходите. Мы у меня. Ошибочка. Следующая станция – мир вампиров. Подожди. Я не могу идти к вампирам беззащитным. Возьму хотя бы чеснок. Петя! Здравствуйте, здравствуйте. Я Петин дедушка. Нет! Фу! 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 вампиром мама убьет меня я знаю что делать мы сейчас все переносимся в мир вампиров и там найдем антивампира что еще за антивампир это существа которые кусают вампиров и те превращаются в людей дедушка пока остается здесь и этот тоже на всякий случай мало ли сыворотку какую придется делать так дверь никому не открывать шторы не отдергивать сидеть здесь скоро мы потомки древнего ордена охотников за вампирами сто тридцать лет кристалл молчал а теперь он нас зовет на охоту в городе объявились вампиры у нас никто не учил охотиться на вампиров я вообще только сегодня узнал это неважно в нас генетическая память наших предков папа петя вы дома петя не надо заваливать дверь что случилось меня кто-то укусил граждане почему создаете аварийную обстановку это во первых а во вторых причем в витринах не отражаете айда на каруселях кататься мы закрыты уже приходите завтра их становится больше нужно действовать быстро но что же мы можем сделать вяжемся в драку и доверимся инстинктам прикрывай прикрывай нас здесь ой а а а а а а а а проклятие как не вовремя а а а а а а а а а кто же их теперь остановит а а зачем их останавливать а 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 Только посмотри! Быть вампиром круто и весело! Мы здесь сидим уже 10 часов. И хотя мир вампиров очень похож на наш, мне в нём неуютно. Может, нужно искать антивампиров в другом месте? Я видел несколько вампирских фильмов об антивампирах. Там они обычно нападают на стоянках возле гипермаркетов. Кровяной торт! Кровяные пирожные! Я же просил брать кровь негазированную. Что опять? Он отражается в стекле машины! Папа, это что, антивампир? Нет, нет, пожалуйста, только не нас. Ау, папа! Готово! Грузи! Быстрее! Это был мальчик, обращённый в человека. Они не жалеют уже и детей. Папа, мне страшно. Вампиры! Я предлагаю темп вампиризации снизить. Смысл вампирства быть особенным. А какой ты особенный, если все кругом вампиры? Да! Но мы не перестанем веселиться! Нет! Мы будем хозяева ночи! Да! А чтобы было больше драйва, мы разделимся на кланы и будем воевать! Разрешите представить? Глава первого клана, основатель нашего движения, граф Дракула! Глава второго клана, Николай Семёныч! Первый из современных! Петя, кто это рядом с тобой стоит? Это антивампир, папа! Не знаю, зачем ты его привёл сюда, но хочу тебе сообщить, что ты являешься наследником могущественного вампирского клана! Прошу. Пожалуйста, Дельтый, я успел взять ипотеку! Мне не хватит человеческой жизни, чтобы расплатиться! Пожалуйста, Дельтый! Папа, хочешь, я за минералкой в магазин схожу? Я с тобой не разговариваю! Жжётся! Жжётся! Папа, ты больше не вампир! Пап! Одинокий старик, без документов, в неадеквате, бегает по улицам. Понял? Везём его в дом престарелых. Скучный мир у вампиров. Всё веселье у людей. Спасибо тебе за помощь, Петя. Стеклянный народ не забудет твоей доброты. Прими от нас в благодарность эти очки. Крутое очки. Спасибо. Петя! Нам пора. Петя, я же попросила вынести мусор. Я начал, но... Вот именно, что начал. Ты начал убираться и не убрал. Начал вешать одежду и не повесил. Ты ничего не доводишь до конца. Ай. Петя, пойдёшь со мной искать? Клад. Да. Петя! Ну, сколько можно? Недавно опубликовали воспоминания княгини Кибировой. И там она говорит, что перед тем, как они бежали от революции, они спрятали в своём доме сокровища. Наверное, много людей прочли эти воспоминания. Да, но мало кто знает, где этот дом. Вот он. Эй, мужик, сколько копать-то можно? Да там мой участок. Это я его взобросил. Не так уж их и мало. Эй! Эй! Мне тоже нужен участок! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да нет, опять не у нас. Отойди отсюда! Петя, иди сюда! Я тебе занял место! Убирайтесь отсюда! Это не важно сокровить! Вот! Вот! Я требую покинуть, помещаю! Ага! Ага! Ага. Значит, стекляшечник подарил тебе очки, в которых видно привидения. В них не только видно, но и слышно. Ага. Ага. В дужках отверстия, наверное, работают как наушники. Ага. 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 Он здесь! Ага. Кто там? Шучу. Петя! Уходим. Начал наводить порядок в шкафу. И не закончил. Я хочу увидеть привидение. Это, может быть, не очень приятно. Плевать. Хочу увидеть. На сайте экстрасенсов утверждают, что под этим мостом иногда появляется призрак утонувшего лодочника. Дай-ка очки. Ага. Так, дай-ка. О! Я его вижу. Он заметил у меня. Петя, лодочник идёт к нам. Ребята, у вас мелочи не найдётся, а? Чуть-чуть. У меня сегодня день рождения. Пожалуйста. Прямного благодарен. Да и путь ем. А пусть бегут, а как это уже пошли, хорошее положено. Если хорошенько подумать, то призраки ничего плохого сделать не могут. Хотя, конечно, неприятно думать, что вокруг кто-то есть, а ты их не видишь. Нет, спасибо, нам это не надо Поэтому и бояться их Глупо Идите дальше, у нас уже нет мелочи Ты с кем разговариваешь? Да с мужиком этим назойливым Что конверт тычет прямо в лицо Письмо Там что, привидение, да? Да И кажется, оно нам угрожает Понятно Оторвались? Сейчас посмотрю Письмо Он идет за нами Да ежики-творожики Идет Разве призраки не привязаны к своему месту? Это точно нет Ты что такое? Работал же Письмо Письмо Сложно сочиненное предложение Это предложение с сочинительной связью Письмо Прекратите это Немедленно Не могу, Семенков Это входит в программу Петь, может выкинуть эти очки? Я все равно буду знать, что он рядом Он сейчас здесь? Да Стоит у шкафа Со своим письмом Письмо Призраки всегда на чем-то зациклены Может, это письмо надо прочесть вслух И он исчезнет Я пробовал Но письмо не берется Давай я попробую Спокойно, господин почтальон Спокойно Беру Не, не получается Петя Знаешь, Петя, почему ты не можешь заснуть? Потому что у тебя в голове много незаконченных дел Точно Все призраки зациклены на том, что они не успели закончить при жизни Этот почтальон не успел доставить письмо И поэтому не может успокоиться Письмо Ой, что? На письме есть адрес Я знаю, где это Это здесь Эй, есть кто дома? Кто здесь? Я же сказал Это не вас и сокровища Спокойно Вам письмо Письмо Что? Письмо? Свобода Доставим Свободи Что там? Почтальон исчез Снимай очки и пойдем отсюда Подожди Дорогой Яков Все из тайника мы забрали с собой Ничего осторожить не надо Ждем тебя на вокзале Сокровищ нет Я свободен Эй, тут точно что-нибудь найдем Кроты землеройки Петя Это хорошо, что ты пораньше пришел Хороший участок займем И ты тут, блохастый Дедуль Пойдем отсюда Ну как, Петя Ну там же бриллианты Золотишко Сокровища Велосипед тебе новый купим Здесь сокровища нет Да почему? Там же бриллианты Нет, Петя, нет Нет, Петя, нет Сокровища ждут нас Нам надо закончить Иногда, чтобы закончить Лучше не начинать Так, так Вот это еще Так, так Молния Мне нужна Молния Получилось Получилось Я живил существо Собранное из разных частей Папа Какой еще Папа Зови меня Профессор Профессор Франкенштейн Папа Какой непонятливый монстр Дорогой У тебя все в порядке? Мама Нет, не мама Пошел вон отсюда Если не понимаешь Дорогой Не гони его Он такой беззащитный Папа Тогда Уйду я Дорогой Нужно что-то делать С этим миром Вокруг Одни Идиоты Папа Петя Петя Извини Я же тебе сказал Ждать в комнате Папа Он уже много лет Не может найти своего папу Много Это сколько? Двести два года И сорок три дня Люди столько не живут Боюсь, что ваш папа Так и не смог дождаться Когда вы его найдете Папа Не умер Папа Слишком умный Для этого Нет никакой информации Что профессор Франкенштейн Живет в нашем городе Что ты делаешь? Это мой тег, братан Мы Значит монстра Класс Только не надо больше нигде Рисовать Попробуем в старой справочной службе Возможно там есть какие-то контакты Этого профессора Если ученый смог сделать из частей разных трупов Существо, которое ходит, разговаривает и рисует граффити Можно допустить, что он также изобрел эликсир бессмертия Но непонятно, как этот профессор может выглядеть спустя двести лет Ты что творишь, хулиган? Самовыражаюсь А тебе что, не нравится? Категорически Да? Да! Что, точно? Точно! Тогда 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 Я заберу Твой Лисапед Он что, спер чужой велосипед? Что с ним не так? Рос без отца Я не знаю, когда родился профессор Франкенштейн Точнее, может и знаю, но это не имеет значения Вы не могли бы посмотреть всех Франкенштейнов за двести лет? Молодой человек, прекратите мне морочить голову Как ты разговариваешь с моим другом, вредная жаба? Сам ты жаба Голову ей морочат Сейчас я ее так отморочу Не надо Нет Прекратим Петя в милиции Только спокойно Он сейчас испуган Если его ругать Он испугается еще больше И замкнется в себе Да, да Я сейчас спокойно одену туфли Спокойно пойду в милицию И Спокойно его заберем Да! Да что же это такое? Зырь Монстра Монстра Вам двести лет А вы ведете себя как младшеклассник невоспитанный У меня детства не было Меня таким сделали сразу А детство нужно всем Двести лет детства Не жирно ли? Это были двести лет трудного детства А хочется Хотя бы немного счастливого Поэтому ищу папу Паша Да Петя Только спокойно Все хорошо Все хорошо Может Споем все песни? Пусть бегут Неуклюже Пешеходы По лужам Пап, это песня Отстой Да Ну тогда поехали В парк аттракционов Пусть бегут Неуклюже Пешеходы Пап, это песня Пап, это песня Пап, это песня Неуклюж И неясно Пап, это песня Не покож Почему я веселый такой Ладно, ребята Мне надо еще немного поработать Хорошо погуляли Это... Это... Это лучший день в моей жизни Я хочу такого же Папу Нет! Ты что, играл на моем ноутбуке? Совсем чуть-чуть. Зачем ты перезагружался? Там надо было. Ты уничтожил мою работу за два дня! Ты! 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 Ты безответственный мальчишка! Ты! Ты! Ты просто убил меня! Ты! Ты! Вон, как в силе. Отпусти меня! Держи! Ты все испортил! Все! Мы же пели песни! Проложи! У меня семья! Катались на аттракционах, а потом ты им все испортил! Че орете? Сначала все хорошо, потом не очень, потом все плохо, потом очень плохо, а потом нормально, а потом хорошо. Люди ссорятся и мирятся, любят друг друга, потом ненавидят, потом опять любят. В этом и есть жизнь. И весь смысл не навредить друг другу, пока эмоции через край. Ты понимаешь это, дебил? Ты опять пачкаешь стены. Никому не нужны твои автографы. Для всех это грязь и каракули. Я рисую охранный тег. Здесь указано, что твой дом защищает монстра. Прости меня, пожалуйста. Если что-то узнаю о твоем отце, я найду тебя. С сожалению, день рождения только раз в гад. Пешеходы по лужам бегут. Чин-чин, чин-чин. А я всегда один, всегда один. И неясно проходит. Чин-чин, чин-чин. Почему я всегда один, всегда один? Ты прав, братан. Мир полный отстой. Потому что такой урод, вот-вот, вот-вот. Или такой урод, я чин-чин, чин-чин. Потому что всегда один, один. Всегда один, чин-чин, чин-чин. Или такой урод, я чин-чин, чин-чин. Потому что всегда один, всегда один. Чин-чин. Мы нашли его. Кажется, профессору не удалось победить смерть. Папа. Пойдем. Почему ты меня бросил? Ты плохой, папа. Плохой. Самый худший на свете. Постой. Перестань вести себя как ребенок. Да что вы, людийский, можете понимать. Отец меня... Отец всю жизнь жалел о том, что случилось. Ты был первый. Он искал тебя всю жизнь, пока не умер. Ты не один. Нас много. Мы продаем билеты, преподаем в школах, заседаем в парламенте. Мы везде, просто мы ведем себя незаметно. А ты привлекаешь слишком много внимания. Больше не валяешь дурака. Ведешь себя тихо. Завтра придешь по этому адресу и устроишься на работу. До свидания. Пап, что ты делаешь? Хочу стереть эти каракули. Не надо. Почему? Может пригодится. Петя, петенька. Ай! Ай! Ой, 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 ой. У-у-у. Петя! А? Тебя классный руководитель к телефону. Марья Ивановна, что случилось? У Пети в школе всё в порядке? Что ты в этот раз натворил? Ничего. Да, Марья Ивановна. Петя, записывай мой адрес и пулей ко мне. И это... волка своего прихвати. Вчера вечером меня укусила маленькая собачка, а потом произошло вот это Как выглядела собачка? Маленькая, светленькая, с рыжими пятнами Нам нужно найти собачку, чтобы сделать сыворотку А вы пока сидите дома Исключено Марья Ивановна, если вы еще не поняли, то в данный момент вы являетесь оборотнем И представляете опасность для окружающих Я не могу, у меня сегодня важный день, назначены встречи, их нельзя пропустить, недопустимо! Быстрее, быстрее, закрывай! А разве оборотнем не нужна для превращений ночь, луна и все такое? Полнолуние для оборотня стресс, поэтому он превращается в зверя Но если оборотень живет в постоянном стрессе, для него всегда полнолуние! А куда мы летим? О, а что это? Нектар ультрацвета сдерживает превращение Марья Ивановна, вам нужно успокоиться Выпейте, это поможет Волк уже идет искать оборотня, который вас укусил А я с вами посижу Иди, иди Ладно, я пошел Как же так, Петя? Это не может быть! Семенков, нам не правда нужно идти? Нет Петя, я сделаю все очень быстро Ваш нектар мне помогает О, вы что, дрова везете? Так, это баллонка Это мовчарка Это вообще на собаку не похожи Петя, Петенька! Петя, вот ты где! Петя, так нельзя! Ты не выключил плиту с компотом и оставил входную дверь открытой Ты что, дурашка, ничем? Че ж ты вырываешься, глупенький? Я тебя накормить хочу Спасибо, не надо Марья Ивановна, умоляю, отмените Перенесите, вы в постоянном стрессе Превращайтесь по любому поводу Нектар помогает слабо Это все плохо кончится Марья Ивановна! Семенков, я учитель Я всю жизнь в стрессе Марья Ивановна, вы очень хотели, чтобы я выступал на городской олимпиаде, а я не буду Марья Ивановна! Спокойно, Петя Ты же видишь Я держу удар Найдем другого! Слезьте с подоконника, пока не разбили окно Марья Ивановна, спокойно Это просто окно Семенков, ты начинаешь раздражать Позовите завхоза Пусть вставит стекло Вы папа, да? Ване не хватает усидчивости Да! А может, это вы его ничему не можете научить? Может, это вы плохой учитель? Что же вы делаете? Учителю нельзя такое говорить! Марья Ивановна! Ему нужны дополнительные занятия Видишь, Петя? Все под контролем Спокойствие – это часть профессионализма Марья Ивановна, я не хочу учить Техова Отчего же? Техов, отстой! Может, по-твоему И Пушкин отстой? Конечно! Кому нужен Пушкин? Так, сейчас, сейчас Где он? А Толстой? А Толстой вообще в ритму Толстой, отстой! Иди, иди отсюда! Марья Ивановна, нужно успокоиться Пушкин – наше все! Марья Ивановна! Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты Детенька, кушать! Попался? Оборотень! Вы меня с кем-то путаете Я обыкновенный, нормальный человек Неужели? Нормальный человек не стал бы Разговаривать с волком Петенька, беги! Я думала, вы из секретного института И будете над Петенькой Сделать опыты Меня укусили полгода назад Мы решили держать это в тайне Не знаю, как получилось Что я цапнул вашу знакомую Мне так стыдно Обычно он очень смирный Я очень виноват Что я могу сделать? Нужна ваша кровь для сыворотки Конечно Пуря мглою небо кроет Вихри снежные крутя То как зверя Семенков Можешь больше не читать стихи И найди мне какую-нибудь одежду Старая порвалась в плочья Марья Ивановна Неужели вам еще не ясно Что больше никаких дел Нужно идти домой У волка скоро будет сыворотка Петя Нашу школу распускают Хотят на этом месте построить что-то другое А всех детей раскидать по разным школам Да как же так? Вот и я этого не хочу И через полчаса Этот вопрос будет решаться Но это же стресс Еще какой Хотят закрыть нашу школу А нашу школу закрывать нельзя Этот вопрос уже обсудили Молчать! Извините Спокойно Все хорошо Наша школа Микрофон выключен Включить микрофон! Извините Один укольчик И вы, Марья Ивановна, больше не оборотень Мне так жаль Простите меня, пожалуйста Я укусил вас совершенно ненарочно А вы так и не нашли, кто укусил вас? Нет Поэтому Эта беда Со мной теперь навечно А что превращает вас в оборотня? Опасность? Тревога? Грубость? Нет К этому я не чувствителен Я становлюсь немного раздражительным Когда люди Неправильно Ставят в словах Ударения Типа не звонить А звонить Тихо, тихо Зачем ты это сказал? Ты специально, что ли? Нет Марья Ивановна Смотрите, чтоб не укусил Марья Ивановна Хорошая новость Школу оставляют Ура! Марья Ивановна Мы с комиссией Завтра идем к губернатору Просить деньги на ремонт школы Так? И что? Я вам там нужна? Нет Вы не нужны А чем же я тогда могу помочь? Одолжите мальчика Я... Я не могу это подписать Вы просите слишком много Быстро подписывай! Извините Ну... Ладно Хорошо